Когда начинаешь думать, что уже все джинсы ты в этой жизни видел, все потрогал, все пощупал, все обо всем знаешь, вдруг попадается нечто такое, что тебя вводит в ступор. И вот джинсы Бронко меня действительно вели в ступор. Я на самом деле о них не то, что я их не видел, я про них даже не слышал ничего, пока они ко мне не попали. Что интересно, что мои коллеги также мне не смогли сильно пролить свет по поводу этих джинсов и мне пришлось проводить анализ, почувствовать себя настоящим археологом и хочу сегодня провести его в прямом эфире вместе с вами. Итак, вот такие вот джинсы Бронко. Сначала давайте я вам их покажу. Начнем с деталей. Вот первое, что вы видите, это патч. Патч такой тут идет из кожзама, из которого вот и монтаны тоже сделали. Вот такой вот монтаноподобный материал. Итак, обратите внимание, какой характерный на них карман. Карман сам накладной, а вот молния в него врезная. То есть не как вот у монтаны, вот скажем, такого типа, вот как на переднем кармане забегая вперед. Видите? Ниже карман, а здесь просто молния пристрочена. Здесь же карман врезной. Вот такую картину я видел у итальянских райфул. Вот те самые итальянские райфулы, у которых на молнии была такая лопатка. Вот здесь вместо булавы. И вот характерная особенность кармана. Строчкой здесь идет лассо. Обратите внимание, на этих джинсах два таба. Один красный с надписью Вестер. Другой строчен в кокеточный шов. Он белый, тоже Вестер. Вот. Причем упоминание здесь на Вестер 2. Вот на той же пуговице тоже написано Вестер. Вот как-то я в комментариях человек меня очень просил, чтобы я снял джинсы Вестер. Возможно, он имел в виду именно этот Вестер. А на самом деле я из этого делаю вывод, что была некая общая линейка в стиле Вестер, условно говоря, под которой шились разные марки. Вот это марка Бронко. Посмотрите, как она сделана. Спереди у нас идет часовой кармашек. Тоже молния, как и положено для политкорректных джинсов советской эпохи 80-х. Обратите внимание, здесь у нас заклепчики какие из темного сплава. Они не брендированные. Пуговица брендированная. Вестерн. И ИКК-замок. Одна-единственная бирка внутри. Вот она, 52 размер. Забегая вперед, скажу, что это реальный размер. Тут 50-й. W34L34 на языке американской размерной сетки. Вот давайте посмотрим, как они собраны. Вот здесь мы видим такой добротный, закрытый запошивочный шов, который, повторюсь, делается исключительно промышленным оборудованием. То есть, в такую серьезную швейную машину вставлена направляющая улитка, которая закручивает вот эти детали, она их сворачивает определенным образом и прострачивает их либо двойным цепным стежком, как тут, либо тройным. В общем, короче говоря, такие машины и сейчас стоят достаточно дорого. А уж в те времена это оборудование было промышленным. И оно было доступным, как вы понимаете, только реальным фабрикам. То есть, эти джинсы реально фабричны. Пояс у них также отсрочен двойным цепным стежком. Ну и, наконец, по сборке у нас осталась штанина. Штанина тоже сделана великолепно. Закрытым запошивочным швом замок. Двойная строчка цепным стежком. Так вот, осталось сказать про крой. Ну, крой тут традиционный для всех джинсов 80-х годов. Посадка выше средней, бедра ближе к слиму и прямая штанина. В общем, здесь ничего такого нового тут нет. Это типичные джинсы эпохи 80-х Советского Союза, которые продавались. А продавались эти джинсы, на мой взгляд, все-таки через розничную сеть официальную. И не скажу, что их было много. Скорее всего, их было мало, иначе они были бы хорошо известны. Но, по-моему, они продавались через розничную сеть. Ну, максимум, они могли продаваться через сеть магазинов «Березка». Не думаю, что эти джинсы также завозили моряки тайком, как Перриса и Монтана. Ну, так вот. Итак, перейдем к дениму. Вот сам по себе деним поможет хоть как-то их идентифицировать и пролить свет на эти джинсы. Что же это за джинсы Бронко? Вот деним, друзья, тут, безусловно, он плотный. Это 14-юнцовый деним на ощупь. Он, значит, идет у нас риджд деним, ничем не обработанный. Именно тот самый, за который мы джинсы всегда любили. Ничем не обработанный. Риджид индиго деним. Вот по характеру плетения нитей и по выкрусу он мне очень сильно напоминает джинсы Техас ФРГ. И очень сильно напоминает мне джинсы итальянские. Джинсы Райфл Италии, джинсы Риорда. Вот именно такой же вот он жесткий, плотный, такой как фанера. И он очень сильно отличается, на самом деле, от индийского. Вот хоть он, может, на видео и похож, вот я вам показываю индийский, индийский деним, он сам по себе тоньше, во-первых, это раз. Во-вторых, он помягче. И плетение нити и выкрус нити немножко другой. Все-таки он отличается, по крайней мере, я это отличие вижу сразу. Вот джинсы итальянские и немецкие, как правило, имеют такой немножко уход индиго в черный. Понимаете? То есть, не такой вот синий-синий, а такой синий, такой сероватый, такой выкрас индиго. И из этого я делаю вывод, что уж джинсы это точно не индийские. Мне, конечно, удалось собрать кое-какую информацию по этим джинсам. И я делаю вывод. Эти джинсы могли отшиваться либо в ФРГ, либо в Англии. Вот так вот неожиданно в Англии. Почему? Все-таки мне удалось найти одного свидетеля, который носил не джинсы бронхо, а носил джинсы серии вестерн Драмс. То есть, я провел такое морфологическое сходство, исследование, анализ, где выявил некие сходства. Они заключаются вот в чем. Вот эти два табика, они мне очень сильно помогли. Красный таб, вшитый в правый карман, и белый таб, вшитый в кокеточный шов. Он практически абсолютно идентичен джинсам вестерн Драмс, которые были у одного человека, который написал, что это именно английские джинсы. Он их такие джинсы носил. И вот джинсы бронхо из той же самой бочки. К тому же об этом указывают абсолютно точно такие же заклепки, как на джинсах вестерн Драмс. То есть, я сделаю вывод, что была некая линейка вестерн обобщенная. И вот под этой линейкой выпускались и Драмс, и Бронка. Но тем не менее, друзья, все-таки я не стану здесь так категорично все заявлять. Просто, на мой взгляд, это самое логичное объяснение, самая логичная идентификация. Но, тем не менее, ошибка всегда возможна. Как вы понимаете, все, что связано с джинсами советской эпохи, это дело темное. Никогда никаких, вернее, как правило, никаких ссылок на производителей, страну производителей не делать. Потому что джинсы выпускались, видимо, небольшими мануфактурами, строго под заказ внешторга, например, никаких других организаций государственных, чтобы восполнить вот этот неудовлетворенный спрос на джинсы. Вот это видео я снимаю абсолютно без монтажных склеек. Поэтому сами джинсы Драмс, а также как пилятся вот эти джинсы Бронка, я вам предлагаю посмотреть у меня на стене, на моей странице ВКонтакте. Ссылочку, безусловно, на свою страницу я под этим видео вам оставлю. Поэтому сюда я видео вставлять эти фотографии не буду. А вот подписывайтесь ко мне в группу и посмотрите у меня на стене, как выглядели джинсы Бронка уже потертыми. Там они в комментариях есть фотографии. И также как выглядели джинсы Вестерн Драмс, на которые, сходство с которыми я вам сейчас только указал. Ну, наверное, только остается здесь еще рассказать, забыл про нитки. Нитки, друзья, здесь точно такие же, как любили отшивать джинсы Техас. Вот посмотрите. Вот я вам покажу вот с изнаночной стороны, как цепным стежком. Видите, какие они, какие-то они, цепной стежок, оранжевыми нитями сделан. Точно такие же оранжевые нити я практически на всех Техасах вижу. Вот посмотрите. Видите, да? И учитывая, что и деним-то у них на самом деле очень похожий, можно проецировать, что эти джинсы могли производиться как бы не в Англии, а могли производиться в ФРГ запросто. Естественно, естественно, я жду ваших комментариев. Может быть, найдется человек, который такие джинсы носил. Посмотрите еще раз. Может быть, кто-то даже знает, где эти джинсы производились. У кого-то, может быть, этикетки были, кто-то, может быть, помнят. Поэтому будет очень интересно, если вы подключитесь к моему расследованию. Выясним все-таки, что это за джинсы Бронко. Ну и остается добавить, что эти джинсы в 50-м размере абсолютно нулячие, жесткие, не стиранные. Абсолютно новые джинсы у меня выслены на продажу. Ссылки, вы знаете, у меня всегда под этим видео есть. Поэтому у вас есть счастливая возможность такие джинсы купить. Так же, как и купить любые джинсы, которые я показываю на своих видео. Техас. Заходите под этим видео, тыкайте на ссылки. Переходите на каталог моей винтажной лавки. Возможно, вам что-то понравится и подойдет размер. Ну а на сим. Увидимся с вами ВКонтакте. Приходите посмотреть, как купилиться эти джинсы Бронко. И как выглядят их собрат джинсы Вестерн Драмс. Пока, друзья. Всего вам хорошего.